Намаз в деревенской мечети звучит пока только в записи. Небольшое строение некогда было фельдшерским пунктом. После сельсовет отдал его под медресе и мечеть. Чтобы избежать разночтений в толковании священных писаний, все уроки ведутся по материалам официального сайта духовного управления. Здесь у нас медресе и мечеть в одном лице. Мы обучаем по интернету людей. Все приходят. Дети вот как в лагерь. На час, на два приходят. И каждому задание дано по интернету, чтобы они прошли. В тесноте да не в обиде. Сегодня обучаться канонам веры желают как старики, так и молодые люди. Религиозный настрой от насельчан подогрело общее желание построить в деревне мечеть. Прежнюю снесли еще при советской власти. Она была деревянной. Она памятник архитектуры была. Его в 61-м году только снесли. Все люди плакали. Хотя раньше Чуганакская мечеть была единственной в округе. Ее высокий минорет служил опознавательным знаком для одиноких путников. Построена она была еще в позапрошлом веке и простояла около 70 лет. Снести священное строение удалось не с первого раза. Очевидцем тех событий стала Айсулу Усманова. Тогда ей было 8 лет. Смотрю, наши партийные работники собрались, такие крепкие мужчины. Вот это я запомнила. И длинный аркан, веревка такая. И кто-то из них залез. Я что 8 лет по имени уже всех забыла. И сначала вот этот вот как бы монару сам полумесяц. Вот вытаскивали, оттаскивали, тянули мужики. И он с таким хрустом упал. Проект новой мечети уже готов. Ее планируется строить на старом месте. Материалом послужит брус. Цена вопроса около 10 миллионов. Жители надеются, что в добром деле им помогут местные и республиканские власти. Но пока сбор средств ведется собственными силами. Все желающие также могут присоединиться и сделать добровольное пожертвование на счет, указанное на экране. Кроме этого, чуганакцы ждут помощь от земляков, которые по разным причинам покинули свои дома. И надеются, что новая мечеть станет символом возрождения деревни, а люди вернутся в родные места. Видимо, время пришло. Давайте вернитесь, однодельцы они. Помогите Вадиму, давайте поможем друг другу, давайте восстановим деревню. Не так, как вот большая раньше была, 120 домов было. Ну, хотя бы, ну, 50, я думаю, будет Алладерса. Резидент Срединова, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова